В связи со вступлением в силу федерального закона номер 248 о государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации, по каждому виду муниципального контроля должен быть принят регламентирующий документ – положение. Несколько их уже принял Совет депутатов. Теперь очередь дошла до положения о лесном контроле в городском округе Щелково. Его рассмотрела постоянная комиссия Совета по вопросам социальной защиты, охраны окружающей среды и здравоохранения. Документ представлен областным комитетом лесного хозяйства и доработан администрацией совместно с Щелковской городской прокуратурой. Необходимость принятия обусловлена еще и недавним принятием генплана городского округа. Положение касается такого понятия, как «городские леса». В документе описан механизм плановых и внеплановых проверок на объектах, которые расположены на территории городских лесов. К ним в частности относятся здания, сооружения, линейные объекты. Что интересно, на сегодняшний день в округе городских лесов нет, но будут. Лесным планом Российской Федерации определено, что должно их быть 1108 гектаров. После принятия положения профильные службы займутся их оформлением. Мы начнем прорабатывать вопрос о создании таких городских лесов на выпадающем территории. Границ этих участков нет, точных местоположений нет. То есть мы сейчас должны определить, мы, конечно, определим сейчас не сразу 1108 га, а возьмем какой-то земельный участок и будем прорабатывать этот вопрос. Мы должны сначала посмотреть этот земельный участок, чтобы он был муниципальный, чтобы он не был в частной собственности. определить, поставить его на кадастровый учет, перевести его, что это будет городской лес, и дальше уже будет работать этот муниципальный лесной контроль. Большинством голосов члены депутатской комиссии проголосовали за то, чтобы вынести вопрос утверждения положения о муниципальном лесном контроле на заседании Совета депутатов. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.